И на взлёт уже на исполнительный старт выходит совершенно уникальная машина, которую называют прообразом истребителя пятого поколения по количеству новых технологий. Машина ОКБ Сухого Су-47, Берпут. Вот вы видите, отрабатывают форсаж, двигатель, и машина мгновенно практически поднимается в воздух. Происходит это за счёт уникальной аэродинамической компоновки. Су-47 это, если можно сказать, реализованная мечта всех конструкторов, когда-либо занимавшихся такими самолётами. Обратная стреловидность крыла, над которой бились лучшие умы, была реализована только у нас в России. И только благодаря тому, что удалось наконец-то создать те материалы, которые не позволяют крылу разрушаться при больших нагрузках. Вот вы видите, сейчас отошли от Беркута, сопровождавший его самолёт, и он остался в воздухе один. Вот посмотрите, рисунок крыла. Рисунок крыла, который задаёт совершенно неповторимую форму этой машины и даёт ей уникальные возможности. А вот сейчас нам видно, вот какой мягкий вираж. Мягкий вираж, вы видите, даже особого форсажного режима двигателям не нужно. Крыло несёт самолёт, позволяя ему делать вот такие эволюции в воздухе. Су-47 продолжает свой полёт. Ещё раз повторюсь, это уникальная машина, уникальная по своим возможностям. Самолёт, на котором отрабатываются новые технологии, демонстратор новых технологий. Вот видите, отработка переднего горизонтального оперения. Самолёт на практически минимальной скорости проходит над нашими головами. Вот видите, какая точная работа. И сейчас я предоставляю слово ещё одному нашему эксперту. Это генеральный директор АВПК «Сухой», фирмы, где была создана эта машина, Михаил Асланович Погасян. Михаил Асланович, остаётся устойчивое мнение, что лучшие самолёты на Западе. Но это же не так. У других, кто здесь в России по-прежнему, я в этом уверен, является передовой авиационной державой. И возможности наших комплексов ни в чём не уступают возможностям комплексов, которые создаются нашими зарубежными партнёрами. И когда мы говорим о будущем авиации, то я убеждён в том, что сохранившийся научно-технический потенциал нашей авиационной промышленности